Чакры, действительно, чакры очень важные центры, и хочу развеять сразу один из них. Многие часто говорят, что чакры закрыты, чакры открыты. Чакры не могут быть закрыты, потому что музыка, когда мы живем совсем. Их нужно действительно балансировать, и идеально, чтобы чакры были активизированы и балансированы. Немного и не мало. Они наполняют нас жизненной силой в том, что, как Майкл рассказал, в тайнах страны. И энергия через чакры попадает дальше в нервные сплетения. Это тема всего организма. И очень важно удержать чакры в порядке. Чем больше они открыты, но опять же, это все относительно, они должны быть балансированы в первую очередь. И энергия поступает через тело, и тем более реализованные мы живем, и тем лучше мы в нашем физическом уровне. И очень важно понять, что чакры отличают из-за нашей способности, из-за нашей эмоции, из-за нашей подспорожью. Даже отношения к другим людьми очень влияют на силу нашего духа. Да, действительно, их семь. Ну и начнем, наверное, с первой. Особое внимание я хочу сегодня уделить эмоциям, которые связаны с нашими чакрами. Мы говорим о том, что наши три нижние чакры, они не низкие вибрации, а три верхние, более высокие вибрации. А сердце – это как бы соединение. И вот очень часто так бывает, что три нижние чакры, они, эм... Эморки... Очень часто она зак throwing равок показывает эти эмоции, которые не очень позитивные, скажем так. И поэтому надо на это обратить внимание. Если вы это чувствуете, значит, что это надо перестроиться и опять же поработать с нижними чакрами. Я скажу, как. Кстати, у меня в конце была очень интересная медитация, которая активизирует вашу чакру. Так вот, если чакра первая несталансированная, которая так и называется ручакра, да, это зависит от нижними, то тогда человек чакрами может быть в этой ситуации, который не поменялся в себя. И вот если вы это чувствуете, то вы чувствуете нормально, потому что ваша чакра не чувствует. А если она работает нормально, то вы ощущаете себя ниже свои обстоятельства. Вы не подвластны никаким страхам. У вас нет нервозности. И поэтому это очень важно наблюдать завис. А вторая чакра, ее эмоции, это часто бывает так, что ощущение гармонии и отношения с людьми. Жажда каких-то страстей. Бывает даже повышенная самооценка. Эту чакру так и называют, ее так и называют чакру удовольствий и межличностных отношений. Кстати, если вот желание вот этих отношений возникает во второй чакре, или ощущение себя в своем теле такое хорошее ощущение, то выражается это потом в пятой чакре. Так что вторая и пятая чакры, мы об этом чуть-чуть позже скажем. Вторая чакра и пятая очень связаны между собой. А следующая чакра, она называется на санскрите «Манипура». И она расположена… Это солнечная санскрите «Манипура». Если она в дисбалансе, то человек захватывает гордыня, жажда славы и обиды. Если вы чувствуете, что вы обижаетесь на кого-то или на что-то, стоит обратить внимание на работу этой чакры третьей, которая находится в солнечном сплетении. Ну а если же все хорошо, то человек чувствует свою индивидуальность, свою значимость, он уверен в себе, он полон оптимизма и обычно успешен и очень харизматичен, кстати. Вот, если мы двигаемся дальше к четвертой чакре, которая расположена в центре груди, эта чакра как раз является соединением между нижними и верхними чакрами. И в первую очередь это любовь. Любовь к самому себе и любовь к остальным, в смысле, к окружающим, любовь к природе, ко всему, что вокруг нас. И если эта чакра гармонична, то человек чувствует ощущение радости постоянное. У него есть сострадание другим людям, но это все сбалансировано. Это не чрезмерное сострадание и жертвенность, стремление угодить кому-то другому. Это такое сбалансированное ощущение, когда вы берете себе и отдаете другим людям тоже. Если мы говорим о болезнях, то сюда могут относиться вот легких, которые как раз находятся на уровне этой чакры. Следующая — это чакра Вишутха. Она отвечает за творчество, за речь, за умение правильно выражать свои мысли и говорить правду, то есть выражать свою внутреннюю правду вслух и не бояться на то, как на это отреагируют другие люди. И если вот это творческое наше начало вырождается во второй чакре, то в пятой оно уже обретает свойство активности. То есть здесь мы уже выдаем, как говорится, на гора то, что мы зародили во второй чакре. Вы понимаете, вторая чакра — это там, где рождаются не только наши какие-то идеи, но там, где рождаются дети, в том числе там рождаются идеи, и мы их уже можем выразить на уровне пятой чакры, когда говорим. А сбалансированная пятая чакра — это также умение хорошо говорить, но в то же время умение слушать. Я хочу сейчас остановиться на нескольких примерах. Часто делаю в офисе диагностику специальных приборов. И у многих людей вот эта пятая чакра, она просто очень большая. То есть на этом приборе видно, когда у нас очень много энергии в чакре или, наоборот, мало энергии. Если пятая чакра у нас открыта, бывает так, что человек говорит, «Да, я работаю, я связан с людьми, я очень много работаю, очень много говорю, разговариваю, общаюсь». Но так как чакра — это несбалансировано, значит, опять говорит о том, что человек не умеет слушать. И как это важно в нашей жизни — не только уметь говорить, но ещё и уметь слушать. И часто также бывает, что если эта чакра несбалансирована, то человек просто не может выражать себя правильно в словах. И он очень самонадеянный бывает, надменный, загматичный и даже лживый. С этим связана и ненадёжность человека. Ну а если говорить о болезнях, то это болезни горла, частые ангины, щитовидка у нас здесь расположена. Те, кто знают, что они имеют проблемы со щитовидной железной, очень большое румяние нужно удивиться именно этой пятой чакре. Ну и двигаемся дальше. Двигаемся дальше, наша шестая чакра. Она расположена в области третьего глаза. Это, конечно, ясновидение, интуиция. Это жажда стремления к знаниям, это мудрость. И часто возникают у людей тех, у кого хорошая развитая интуиция, у них возникают образы. И они понимают ситуацию в целом. Если у вас чувствуется, что вы не всегда верите себе, не всегда верите своей интуиции, то тоже нужно обратить внимание на эту чакру. Если говорить о здоровье, то это наши глаза, уши, все, что расположено в этом уровне. Ну и последняя чакра – это самая-самая серьезная чакра, которая связывает нас с космосом, которая отвечает за наш духовный потенциал, доверие всему миру в целом. Часто бывает, что, опять же, я вижу на многих репортах, что люди улетают куда-то, у них верхняя чакра открыта, нет заземления, поэтому и нет баланса во всем нашем энергетическом теле. Очень важно иметь такой баланс, чтобы чакры были сбалансированы. Я думаю, что у вас тоже есть какие-то места, центры, где можно проверить. Это очень важно. Есть люди, которые видят постоянные чакры, кстати. Вот, ну, в общем, это примерно вот сейчас так. А в конце мы сделаем медитацию. Друзья, во-первых, хочу сказать, что каждая чакра имеет свою вибрацию. И, наверное, многие его знают, что это торами фасоль оси, синон. Каждая чакра имеет звук определенный у нас на искрите. Я постараюсь вам одновременно делать всё. То есть мы будем работать и со светом, и с концентрацией, и вот с этими сансклетскими мантрыми. Они называются биджи-мантры. Биджи-мантры. Садитесь, пожалуйста, удобнее. Подстраивайтесь, где бы вы ни находились сейчас, на стуле. В случае всего сидя. Если вам удобно сесть возле лонуса, пожалуйста, тоже можете это сделать так, как вам удобно. Давайте. Закрываем все закрыты глаза, надеюсь. Обратите внимание на то, чтобы у вас была спина прямая, макушка находилась на одной линии скобчика. Язык прижат к верхнему нюхру. Прислушайтесь к своему дыханию. Дышите свободно и спокойно, без напряжения. Вдох и выдох. Вдох и выдох. На выдохе мышцы полностью расслабляются. Отрегулируйте свое дыхание в этот режим и дышите осознанно. Ваше тело полностью расслаблено. Расслаблены ноги, расслаблены колени, расслаблены тело, руки, плечи, волосы расслаблены шеи и голова. Прислушайте, как объезда ваше сердце и сосредоточьтесь на его пульсации. Еще раз взором поедитесь по всему вашему телу и постепенно расслабьтесь. Начинаем с первой чакры. Это звук ЛАМ. Можете повторять звук при себя или вслух. ЛАМ, 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 ЛАМ. ЛАМ, 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 ЛАМ. ЛАМ, 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 ЛАМ.